Так, небольшая заметка о корпусе Aura GameDias. Компактный такой, легкий можно сказать, но когда тяжелые комплектующие, он сразу становится тяжелым. Сзади места очень мало, сантиметр, поэтому кабеля уложить не так-то просто, даже основной толстый кабель. Крышка-то закрывается очень плотно, но так как этот блок здесь временно, другого пока не было, это огромный блок, я пока прилепил его сюда, чтобы проверить и вообще посмотреть, и временно так прикручивал кабеля, там где можно их как бы сильно не выворачивать, они очень тугие, и лучше в этом корпусе использовать такие ленточные, те, которые прямые, такие плоские, и то тоже помягче, эти тоже жесткие, вот. Это заднее, что касается стороны. Сюда еще SSD можно прилепить. Она с передней? Или с лицевой? Ага, сначала вот так, наверное, покажу. Интересный момент. Наверное, будет видно. Это кулер, по-моему PC-кулер, он большой, или 260, ну как минимум, базовая. Высота его, ну и корпус вроде рассчитан. Так вот, стекло, притык-притык, если поставить, видно просвет там пару миллиметров, но закрывается стекло, и оно так довольно прикольно смотрится. Чем хорошо он не выпирает по бокам ровной грани, такой полу-беквайт. Недорогой. И так как я сюда сунул плату в эту 390, она полная ТХ, здесь нет перегородки под блок, поэтому я вот этот огромный блок, у меня пока другого не осталось, это последний остался под плату, но он планировался под А9, ну пока А7, А9 дорогой. Ну и карточку помощнее сюда планировалось поставить, поэтому блок был с запасом, как раз под такую конфигурацию. Блок классный, я первый раз с таким, не то чтобы столкнулся, у него USB контроль через USB, и можно регулировать обороты вентилятора. Там есть режим, по умолчанию полностью молчит, и при достижении температуры определенной он включается, но тогда он греется чуть сильнее. И режим можно выставить свой, например, чтобы обороты включались, чтобы он меньше грелся. Там такие огромные конденсаторы, то есть блок классный, конечно. Ну в нем тоже есть свои минусы, в плане того, что, хоть он и модульный, коннекторы, видно свете, просто подключаются, ну подключил то, что нужно. Остальные кабеля не нужно подключать, как бы это хорошо. Но с другой стороны вот этот момент контакта нельзя назвать его сильно плотным. Есть такой люфт, и хорошо, если разъемы контактов очень хорошо прилягают, и поэтому потеря при контактных вот этих моментах мне не всегда нравится. Вот это минус таких блоков. Контактная группа не везде идеальная. Вроде бы и плотно вставляется, но, скажем, не так, как бывают чифтеки или ФСП попадаются, где настолько плотно подогнано, что очень плотно входят в контакты. Вот, поэтому, чтобы поставить этот блок, он чуть-чуть длиннее стандартного. Тут корзина стояла, мне пришлось снять корзину, но она мне не нужна. Я вот SSD вниз поставил, ну ее можно прикрутить потом сюда, на низ. Тут вниз можно поставить один диск, и на корзину сверху еще один. Ну, так как тут М2 стоит один, а второй саташный. И к тому же я часто там пробую, меняю, откручиваю. Мне удобнее это все сделать так сразу. И доступ хороший есть к портам, ну, более-менее хороший такой. Скажем, подключить, отключить, что-то проверить сравнительно при таком компактном корпусе пока. А если как бы ничего не будет меняться, то блок этот уйдет в большой ящик какой-то, сюда станет стандартный, на такую, на эту конфигурацию. Просто стала дилемма с карточкой. На сегодняшний день в продаже б.у.шные, ну, большее употребление. Есть интересное до 6000 гривен. RX 590, Vega 56, потом 1070, GT-шная NVIDIA и RX 5500 XT. Все они по 6 предлагаются б.у.шные, все по 8 гигов. И вот какую из них приобрести на выбор, они все примерно плюс-минус в одной мощности. Ну, самая новая, можно сказать, 5500 XT. Но, опять-таки, брать бы уж, но не хочется, потому что это все равно, бабка на двое гадала. Она 6 стоит, а новая 12. И пока это вопрос такой подвисший, нужно ли, не нужно ли. Ну, потребностей такой нет. Вот, пока место. Поэтому обычная карточка, пока RX стоит, может 580 свою сюда переставлю. Она в другом компьютере стоит, ее хватит для моих задач. Ну, и блочок другой тогда будет. Для нее достаточно обычного. Вот, ну, а так получилось, как получилось. Вот это же родная вертушка, которая идет в комплекте. И две полоски света впереди. А вот эти вентиляторы, которые тоже RGB, я их не стал через контроллер подключать. А в этот раз подключил на прямую материнскую плату. Тут 4 контакта 12-вольтовых. И они светятся от контроллера встроенного. И недостаток в чем, что режимов очень мало. То есть, RGB Fusion, которая идет к новым платам, которая управляет подсветкой, она к этой плате не подходит. То есть, утилита не работает в винде. И она не идентифицирует вот этот пистикулер. А работает родная от материнской платы. Ну, я включу, сейчас покажу. LED там, LED Ambient или как-то она называется. То есть, родная утилита к материнской плате. И там несколько режимов простеньких. Ну, в ней есть хоть отключение подсветки. И это удобно, потому что я посидел возле светящегося вентилятора сбоку пару часов. И у меня глаз начал... Глаза болеть начали от яркости подсветки. И затемнить как бы, чтобы она не била в глаза в отношении основного монитора. Только... Или отключать ее тупо, подсветку. Чтоб крутились вентиляторы. Или через ручное управление RGB контроллера. И интересно то, что в Vendetta это можно сделать. А в Mac OSI, например, на этой же конфигурации там утилит подобных нет. И как бы я еще не попадался мне RGB-шный вентилятор. Чтоб шла утилита. Хотя бы ее USB-шная. С управлением подсветки. Вот это пока есть еще новая тема. Ну, сзади тут все как обычно. И... Если включить его... Ну, пошли полоски. И на фоне... Windows... Второй диск просто с MontRay. И видно, что просвечивается основной вентилятор. Через... Тут впереди ни одного нету. Тут можно три штуки поставить. Если нужно. А этот лупит... Прилично основной. И на его фоне задний и родной. Ну, так видно, но гораздо меньше. Так, что-то он не отреагировал. Видать... Что-то я не то нажал. Он не UEFI-режим запустил, я так понял. Еще одна попытка. Я его только подключил. Он вроде бы запускался раньше без второго диска. И там другая карточка стояла. Поэтому... Ну, как тихо... Не тихо... Работают вентиляторы, крутятся слышно. Такой легкий шум... Ага... Не, не хочет. Ладно, я его потом загружу. Где-то... Какой-то глюк. Я там биосе накрутил настроек. И поэтому... Ему надо питание выключить. Потому что я, по-моему, перезагрузку включал. Вот. Вот сейчас выключился основной вентилятор. И на его фоне... Как бы такой... Цвет не очень яркий. Более-менее... Ну, можно менять... Режимы. Тут с своей кнопкой. И там есть для синхронизации. Выведен с передней панели. В материнскую плату. Но там только 5-вольтовая. Коннектор. Тоновые режимы. И даже вот на этой простой. Гораздо больше режимов. Нежели вот в этой утилите, которая... Здесь... Или цикличный можно включить. Или отключить вообще. И он только реагировать будет. На звуки. На какие-то... По идее. Не видно. Да. На музыку. ну а так как изделие принципе интересное то что значит я нажму выключение видно он в оперативке оставил быстрое включение и поэтому не загрузилась система интересно сейчас попробую по новой все же когда-то первый раз и 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 я поменял графику с внутреннего видео ядра на PCI-Express он у меня загружал два монитора но недостаток был в том что bios выводил на экран да на экран выводил первым hdmi который к внутренне интегрированный а потом внешнюю видеокарту и я думаю дай попробую обновляет и получается что да макосе она светится и выключить вентилятор я не знаю придется контроля поставить ручной чтобы подсветку отключать потому что я не знаю вот это вот если нажать отключится отключилась то есть удержанием отключить можно второй центральный но только вытащив штекер или контроллером выбрав режим в ручном режиме внешним контроллером пользоваться поэтому эта штука заработает нет пока месть ладно этим тоже интересно позаниматься но в общем акцент был на корпус все равно интересное решение компактно похоже на be quiet и в какой-то степени как свет если выкручить симпатичный можно сказать недорого и со вкусом тут даже вверху можно пару вертушек поставить ну я же говорю из-за того что кабеля но этого блока питания жесткие он для большого ящика рассчитан и у этого тоже длинные но их можно позаводить то есть тут тоже впритык сначала придется монтировать плату а потом вентиляторы добавлять водяное охлаждение тут поставить вряд ли удастся просто вертушки но это такой компактный корпус и так за неимением можно благодарю